Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас с вами моя любимая лапша Биг Бон и колбаса. Я обожаю это сочетание. Если вы никогда не пробовали, то обязательно попробуйте еще очень вкусно шаурма с этой лапшой. Объедение! Сегодня у нас тема не такая уж приятная, но мне бы хотелось ответить. Мне хочется, чтобы у меня было меньше хейтеров, но это у меня не получается. И мне постоянно приходится оправдываться, что-то объяснять, как в сегодняшнем видео. Сегодня я буду читать комментарии хейтеров и отвечать. Это не самый приятный момент, когда ты читаешь неприятные какие-то комментарии о себе. Но иногда бывают такие моменты, что люди просто меня где-то недопоняли, где-то... Мы придумали сами себе. И давайте приступим. Я уже отобрала. Где-то неделю отбирала комментарии. Лила Алиева пишет комментарии. Айка, может, хватит рассказывать сказки людям, что ты сама купила себе квартиру, вот ты говоришь про работу. Тебя устроил твой двоюродный брат. Так не надо вешать лапшу людям на уши, что в Азербайджане очень легко найти работу, сама работаю у своего двоюродного брата, зарабатывая хорошие деньги. И если бы не он, то работала ты где-то на базаре. Передаю всем своим хейтерам пламенный привет. И хотелось бы ответить на ваше высказывание. Что касается моего двоюродного брата. До того, как я работала у него, я работала у его конкурентов. Компания называется Универсал. Кто там работает, вы можете спросить, что я там работала. То есть можете уточнить. То есть если меня взяли в другую строительную компанию, естественно, мой двоюродный брат с удовольствием возьмет меня с опытом работы. Почему нет? Вот вы так говорите, я работала в магазине техники помощником директора. То есть изначально там у меня никаких знакомых точно не было. Скорее всего у вас работы не получается, поэтому вы думаете, что все находят работу исключительно по знакомству. Но на самом деле открою вам тайну. Не только в Азербайджане так, но и в России, и в Украине, везде мне кажется так. Так, если, например, вы имеете какого-то хорошего родственника, и можете его взять к себе в помощники в компанию. Вы возьмете чешого человека или своего родственника. Наверное, скорее родственника. То есть как бы для меня это нормально. Но я бы, возможно, в какой-то степени согласилась с вашими убеждениями, если я до этого бы не работала нигде. Когда я устраивалась, я знала Excel. Я знала 1С. У меня был опыт в этой сфере. Почему бы ему не взять на работу меня, нежели чужого человека. А насчет квартиры вы не знаете, сколько я зарабатываю. Элементарно даже блогинг, одна реклама на моем канале, любая интеграция стоит от 15 тысяч рублей. Плюс еще в Ютубе я часто снимаю видео. Это тоже мне приносит прибыль. Плюс моя основная работа. Если бы мне хоть копейку кто-то бы помог с квартирой, то я бы так и сказала. Вы знаете, я как бы никогда не скрываю. Наоборот, я бы понтовалась перед вами, что вот, не знаю, мне родители купили квартиру. Например, мама. Как может мама мне купить квартиру, если у меня мама, например, не работает? Просто некоторые люди пишут и сами не знают, что пишут. Насчет работы знакомых. Вот часто вижу такие комментарии, что вот легко рассуждать работу у своего дворного брата. Так я до этого тоже работала. Я училась на четвертом курсе и работала в Астанхедмят. Так что было бы желание, работу везде можно найти. И не стройте себе иллюзии. Не обвиняйте весь мир в том, что у вас что-то не получается. Начните обвинять себя, а может, я что-то не умею. Люди, которые претендуют на эту должность, возможно, они чем-то лучше меня. Поэтому, не знаю, абсолютно не согласна с вашим комментарием. Следующий негативный комментарий. Пишет его Арзум. Просто Арзум. Здравствуйте, Арзум. Жалко смотреть на тебя. Встречаешься с парнями, понятное дело, он на тебе не женится. Только и мечтаешь об этом, постоянно говоришь в видео. Если бы Роушан действительно планировал на тебе жениться, он бы давно показал свое лицо в видео и не стал бы скрываться. Видимо, ему этого не надо, просто жаль тебя. Во-первых, я не в таком состоянии, чтобы меня жалеть. Даже если, ну, к примеру, да, например, Роушан ко мне относится несерьезно, он на мне не женится. И что, мир на этом рухнет? Нет, конечно. Каждый найдет свое счастье. Возможно, не судьба и так далее. Писать подобные комментарии с такой ненавистью, мне кажется, не имеет смысла. Это, во-первых. Во-вторых, неужели вы думаете, я такая дурочка, а я бы стала рассказывать в видео про отношения, в которых я не уверена. Я уверена на 100%, что у нас все серьезно. Вы не знаете, какие разговоры ведутся между нами. Человек сначала учился за границей. У нас были отношения на расстоянии. Потом он был в армии год. То есть, в какой период нам жениться? И то, вы знаете как, я не считаю, что жениться нужно только из-за того, что все вокруг тебя уже начали тыкать тем, что ты не выходишь замуж. К этому нужно осознанно подходить. И то, что вот кто-то что-то пишет, конечно, мне неприятно. Я не могу сказать, что мне все равно. Я читаю подобные комментарии, мне немного обидно от того, что вы не знаете ситуацию, обвиняете меня. Как-то, знаете, даже может родственники какие-то прочитают эти комментарии и подумают, какая же она дурочка там рассказывает в видео, а ее так обсирают. Я вам, Арзу, желаю просто быть чуточку добрее. Вы знаете, иногда даже брак, вот ты вышла замуж, у вас там типа все хорошо, даже брак не гарантирует того, что этот человек сейчас будет с тобой до конца жизни. Мне кажется, наши деды, бабушки там, чтобы не случилось, всю жизнь были рядом. Вот, а сейчас мужчины просто могут уйти, даже если у вас там, не знаю, трое детей. Людей уже ничего не останавливает. Поэтому, если вы считаете, что брак является гарантом счастливой жизни до конца ваших дней, это не так, к сожалению, не так. И прежде чем писать такие комментарии, обвинять человека, что меня жалко, почему меня должно быть жалко, я считаю, даже инвалида не должно быть жалко, жалость это такое чувство, но не позавидуешь тому человеку, у которого жалко, да? Я вам желаю, вот, от чистого сердца, чтобы у вас в жизни... Видите, уже звонит парень сказать доброе утро. Алло. Извиняюсь, мне позвонили. Ну, в общем... Даже если меня бросят, это тоже какой-то урок. О чем? Почему Раушан не хочет светиться в ютубе? Вот вы так говорите, как будто все мечтают стать блогерами. Все мечтают стать популярными. Вот я уверена, меня смотрят, не знаю, там, 50 тысяч, из них 30 тысяч вообще не мечтают стать блогером. Вот отпишитесь, пожалуйста. Столько людей, которые, вы знаете, там, материально состоялись, у них все офигенно в жизни, и они даже в худшие годы своей жизни не хотят быть блогерами. Зачем это им? Так говорят люди, которые мечтают о медийности. Например, мой парень вообще не хочет медийности. Он хочет карьеру в сфере госструктуры. Не хочется, чтобы, например, при собеседовании на работу ему сказали, «А, ну да, я вас знаю, вы парень Акемеле, букбанкера». Ну, как бы, не все хотят. Это не значит, что ему стыдно, например, за меня, или он ко мне как-то несерьезно настроен. Просто это его выбор. Если человек встречается, например, с блогером, это не значит, что он тоже везде должен светиться. Я ему желаю успехов в его сфере. Я бы, конечно, была бы рада, если бы он тоже стал блогером, там сидел, кушал так, как я. Мы там снимали коллаборации, снимали вместе влоги. Я была бы только за. Но я не могу заставить человека. Пусть занимается тем, чем считает нужным. На самом деле, я подготовила 7 комментариев. К сожалению, все озвучить у меня не получилось. Если вам интересна подобная рубрика, то пишите в комментариях. Я сниму для вас следующую часть с оставшимися вопросами. На этом все. Не забывайте подписываться. Очень хочу, чтобы вы были чуть-чуть добрее. Всех люблю. Пока.